Девушки отдыхают Злоумышленники в период с 2018 по 2022 год занимались изготовлением поддельных медицинских книжек и их сбытом жителям Тверской и Московской областей. В целях привлечения потенциальных клиентов злоумышленники размещали рекламные объявления о своей псевдомедицинской деятельности в сети интернет. Для ввода в заблуждение покупателей демонстрировалась поддельная лицензия. Заявки на изготовление документов принимались по телефону или через интернет. После этого заказчиком встречался курьер, который забирал копию паспорта и фотографию. В свою очередь злоумышленники, не осуществляя медицинских обследований, изготавливали поддельную личную медицинскую книжку, которую доставляли заказчику. При этом фигуранты убеждали своих клиентов о возможности продления личных медицинских книжек, а также получения новой медицинской книжки без прохождения медицинского обследования, так как якобы данные о здоровье запрашиваются в поликлинике дистанционно. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по местам жительства фигурантов изъяты бланки, печати, голограммы для изготовления подделок. Уголовное дело в отношении мужчин передано в суд для рассмотрения по существу. Центральный округ Росгвардии и благотворительный фонд помощи ветеранов моевых действий и специальных операций «Доблесть» провели акцию «Своих не бросаем» в поддержку росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в приграничных регионах. Участники акции посетили росгвардейцев в Курской и Белгородской областях, куда доставили более 10 тонн гуманитарного груза. Главной визитной карточкой гуманитарного конвоя стали импровизированные выступления концертной бригады, в состав которой вошли лауреаты и участники смотра конкурса художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора». В полевых условиях перед военнослужащими выступили их коллеги из территориальных органов Росгвардии по Москве, Московской, Костромской, Тверской, Тульской областям. Артисты в погонах дали несколько концертов под открытым небом, исполнив песни как собственного сочинения, так и популярные хиты отечественной эстрады. Кроме того, гости передали росгвардейцам рисунки, письма и открытки с посланиями от детей из школ-интернатов, детских домов, учащихся и студентов Москвы и Московской области. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Доблесть» генерал-полковник воставки Анатолий Шкирко вручил командирам подразделений копию знамени Победы, а наиболее отличившимся военнослужащим общественные награды. За несколько дней участники гуманитарного конвоя проехали более 2000 километров, провели более 10 различных акций и концертов. Кроме того, концертная бригада выступила перед отдыхающими в одном из санаторий в Белгородской области. Субтитры создавал DimaTorzok